Ну, я, честно говоря, конечно, очень слабо понимаю концепцию такого стадиона, особенно на гномах, которые кидают ГФИ, в общем-то, постоянно, даже при хорошей позиционке. Ну да ладно. У Коин был и самый этаповый MVP, и обновь легенды ушел на пенсию. Красиво ушел, красиво ушел. Обычно в американских кино, например, копы умирают за три дня до пенсии, а тут он даже ушел. Молодец. Это вообще хороший ивент для цыган. У нас уже на стриме была загадка, почему команда называется Пусиник Романтик. Ну, вообще, кстати, для Хеслера не такой простой матч. С цыганами играть трудно. У цыган хороший инструментарий. Они довольно твердые. Знаменитый гард пятка. Коин, как ты относишься к концепции гарда пятки? Блокер с ДП, да, 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 да. Мы это уже видели. С одной стороны, это выглядит диковато, но с другой стороны, на тех же абуз... На тех же абуз гномах это точно смотрелось бы. На обычных гномах я не уверен. А на абузе, прям, мне кажется, да. Ну, это чисто по моему предощущению. Я даже учил его основам ББ, но ничего себе спайдер. Ну, я слышал, что для того, чтобы учить других людей основам ББ, сначала было бы неплохо, но самому их освоить. Ладно, ладно. Саша шутит, Саша шутит. Я не токсик. Просто, просто небольшая шутеха. Извините, пожалуйста. Ну, посмотрим, Колян. Я обычно беру просто пятку на индуса. Это дороговато, но... Вот, как бы, против, там, эльфятин и так далее, имеет смысл. То есть, либо каток, либо отдельно сам покупаешь. Нет, не Хеслера, привета. Не знаю, мне что-то так ворвеглазно смотрится этот стадион. Я, честно говоря, вообще не помню, чтобы привет хорошо играл, но... Я не... Скажем так, не припоминаю от него результатов. Я так смотрю на это. Может, действительно играл неплохо, но я этого не помню. Как говорится, было давно и неправда. Ну, топание гранита, да, но забавное, конечно. Мишка не вовремя тукнул. Но стоит понимать, что цыгане еще команда, которая, ну, весьма неочевидно играется. То есть, для того, чтобы на цыганах показывать результат, как бы, ну... Надо очень хорошо их понимать, и чтобы кубы завозило. Ну, все-таки в рубли ты довольно мало играешь с тренерами. Я так тоже смотрю, но... Если я с чеком не играл, то только по результату. Да, зачем ты продал Агилу? Ну, ладно, Агила... Агила не продалась. Окей. Странно, что он не остался в контакте. Я имею ввиду с упавшим. Попытка выбить восьмой армор. РР. Хьюстон у нас проблема. Кто бы мог подумать, что сайдстеп на рыжем будет играть. Ну, Колян, я бы не назвал Валю не очень. У Вали просто крайне специфический стиль игры. Как бы... Он просто, может, один раз не сработал против холопов, но там... Иногда Валя бывает крайне неудержима. Ой, как мячик улетел погано. О-о-о-о! Ну, это все. Это... Это похоже на конечную. Вот это опасно. То есть, сейчас мячик упал в толпу гномов. Все эти ребята на другом фланге. Ну, тут как бы... Тут будет очень тяжело что-то придумать. Ну, мне не нравится СС на тролльслейере, потому что это плюс 10 тысяч от АСФа. То есть... Ну, единственный плюс, что сайдстеп как бы не контрится джагой. Это его единственное важное преимущество. Да, тут будет Блиц. Агилой. Подбор, потом Блиц и Гелу... А, нет, стоп. Он Агилой подб... Нет. Фул сначала. Ладно. Очень приятный минус. Сейчас подбор меченосцам. Блиц и Гелу... Не, ну... После тратерерола я бы, наверное, сначала все-таки подбирал бы. Я бы сначала все-таки подбирал бы. Мне тоже кажется, что СС лучше. Да, это будет выталкивание. Нет, не будет. Он пытался. Ну, понимаешь, в чем дело. Все-таки у гномов по-хорошему должно быть много СС. Сила СФов, когда их много и они работают. То есть у хорошего гнома... Будет больше СФов, чем, например, у хорошего эльфа сайдстепов. И СФ играет и как деф-навык, и как атакующий навык. Ну, в смысле... Он как бы работает как вот... Для всей команды, условно говоря, сразу. То есть если у тебя есть пачка игроков с этим, то оно будет работать. То есть, допустим, там видишь гномов с пятью-шестью СФами, и уже страшно. То есть ты один раз не сможешь разбить гноми Хирт. И после этого тебя будет мучить от дача. Догонять и снова мучить. Да, это тоже правильно говорит Колян. У нас стрюк гномы не теряют надежды. Чё-то какое-то крайне специфическое прикрытие меча. Вот, во-первых, раз. Сейчас, если медведь не упадет, то... Ну, Дар, кстати, надо было, по-моему, делать другим игроком. Ну, ладно. Ну, перекрылся, перекрылся с грехом пополам. Ну, я к тому, что, допустим, пять СФ-ов смотрится лучше, чем четыре СФ-а и сайдстеп. Ну, тут неплохо пытаются цепляться за мяч. Привет. Сыграл ли... Ребята, сыграл... Сыграл стадион. Кто бы мог подумать, но стадион сыграл. Он кинул 6-1, единичка со стадиона. Ребята, стадион работает. Он прямо прыгнул и на эту каменную кладь. Бах, тарарах. Шо такое, Флэйм Варьер? Мы дошли до этого. До рабочего стадиона. Какой один? 6-1 на травму. Вот он делает прыжок. Вот он спринт. 5-6, 6-1. Единичка делает... А, он на броню уж только. Он только на броню работает. Ой, господи. Бля, тогда стадион еще отстойнее. Смысл вообще брать этот стадион? Я думал, он работает и на травму, и на броню. А он работает только на броню. Отстой какой. Я глубоко разочарован поведением этого стадиона. Плохой стадион. Не, ну... Этот стадион тоже при приближении видишь там всякие детальки, типа там... Чей-то там ключицу, еще каких-то костей, но... 1-д... 2 результата... И опять облом. Теоретически, кстати, агилу можно вытолкнуть с поля. Было бы желание. Мне правда кажется, что желания не будет. Зато топ-топ-топ, да. Да, да. Спасибо Менгу, что поправил меня. Дал, так скажем, полезную информацию. Я, в принципе, никогда не сомневался, что Менгу эксперт в извращениях. Это, знаете, как когда-то был забавный момент, где... Очень приятный минус. Где по турниру фигурного катания было заголовок в газете «Революция из вращений». Вот так вот. А почему сначала фол, а не сначала удар? Вот это мне непонятно. С таким же успехом можно было сначала сделать еще ДФИ. Да. С таким же успехом можно было сначала перестроиться, а потом все остальное делать. Фол Медведя не давал ничего такого. Странный порядок действий. Теоретизировано один ДФ-мяч есть, но это блодши и шансов мало. Надо найти шестерку в 1Д через два плюса вот это вот все. Мишка встал получать в дычу. Мишка, плюшевый мишка. Но... Я не очень понял вот этого вот усложнения дикого. Типа прыжок. Ну ладно, там можно было просто ГФИ кинуть. Ну, окей. Просто это не особо перекрывало дорогу, там очень легко все это разминировалось. А так... Я понимаю, что толкнуть назад, но он же из толчка назад заносит без ГФИ коляну. Нет, нет, нет. Он не кидает. У него же минус мува нет. У него же нет минус мува. Смысл-то? Смотри, он там... Там все это разминировалось и никаких ГФИ нету. Я поэтому удивился. три Куба. В этом плане Хеслер молодец. А, ну хотя да, ладно, ладно, не, да, все, я понял, да. ГФИ пришлось бы куда-то. Ладно, да, 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 да. Я на секунду подвис от корабля. Успокойтесь. У меня что-то просто голова плохо варит сегодня. Вы правы. Ну, в общем, что делать, когда ты на своей атаке проигрываешь гномам, непонятно. Ну, правда, стоит сказать, что цыгане всего-то в минус один пока что. Сторожно, что цыгане не ломаются. В общем-то, у Хеслера достаточно МБ. Вам не кажется? Ну, то есть раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть МБ, по-моему, вполне достаточно, чтобы на дистанции дрючить цыган. Не, ну, ливать-то, на мой взгляд, рано, потому что цыган, цыган еще много на поле. Другой вопрос, что гномы, гномы очень хорошо пользуются пяткой. У них есть совершенно понятная мысль. МНГ, ну, МНГ, это нормально. Плохо, что при этом не ушла взятка. То есть одна взятка ушла, еще одна взятка осталась. Тут еще, конечно, страдать и страдать. Терпеть и терпеть. я бы не позавидовал бы в этой ситуации товарищам, товарищам цыганам. Их ждет очень долгий, очень неприятный матч с морем насилие. Надеюсь, ББ-3 по... А какой по рульнику лив? Объясните мне. Сейчас-то система лива ужасная абсолютно. Я имею в виду, что придумать что-то более бестолковое, чем нынешняя система лива, наверное, тяжело. Ну, я так смутно догадываюсь. По крайней мере, у меня от этой системы лива пригорает немножко. Особенно в чемпионс ладдере, где ты никогда ливнуть не сможешь, в принципе. на трех игроках и не на двух лив не по консиду автоматом запускает 51 из ПП. не знаю, на мой взгляд, ну, как-то это... 50... В смысле, консид на трех игроках и не на двух это такая разница, мягко говоря, не очень большая. На мой взгляд, консиду надо делать и на пяти игроках, потому что, например, в башерном матчапе консид на пяти игроках более чем кажется адекватным. Ну, а насчет того, что автомат 51 из ПП, это хорошо. Вот автоматически 51 из ПП, это хорошо. Правда, хотелось бы, чтобы была возможность сделать хоум рулы. Я имею в виду, что вот это вот правило работало бы при ситуации, что допустим там разрешен один лифт за сезон по хоум рулу, то один раз ливнул, а вот если ливнул второй раз, то тебе уже автоматом снимают и все. Ну, еще специфично. Ну, и Влад дарит с 51 СПП, там тоже довольно специфично. вообще надо было над этой системой посидеть подумать, потому что она весьма неочевидна. Слишком много тонкостей. Опасно. Это был опасный момент. Сейчас без РРа, да, если бы не кинул, было бы опасно. Другой вопрос, что гномы как-то клетку, по-моему, не могут нормально построить. И при этом делают удары, когда клетка, в общем, не особо существует. Ну, сейчас он, видимо, между встанет. Между гордов. Море СПП, ну, они изменят концепцию 16 СПП в такой ситуации или что? Ой! А вот Хеслер привез, ребят. Внезапно, внезапно Хеслер дал шанс. Это именно это как бы даже не привет особо этот шанс создал. Это именно Хеслер привез. Очень нагло отыграл. Ну, все, ребятки, так, 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 о, слушайте, и вечер перестает быть, у нас день, ладно, день перестает, ой, ну, я считаю, что это справедливо, кстати. Еще и МНГ полечил. Ну, скатер, правда, не идеальный, потому что, ой, один-один, один-один. Вот, к сожалению, в этот момент вся радость, которая была за то, что привет выдал, все это пропало, потому что здесь простейшее снятие, потом блиц освобождения агилы, подбор меча агилой, ну, вот эта дабла была, конечно, вот, настолько не вовремя, насколько, в принципе, дабла может быть не вовремя, да уж, это что-то как-то жирно, МЕНГ, мне так кажется, ну, посмотрим, здравствуй, Ваня, кот там в рубли играешь, завтра, но потихонечку пытаются поджать цыгане, другой вопрос, что там надо будет снимать только подкатеры, чтобы агила ушла, зато какой пробой, ребята, то есть без МБ, без всего, залетело очень один-один на прыжке, вторая дабла, два терновера на дабле, ой, господи, можно, кстати, снять все без даджа, сдать удар сверху, толчок, удар снизу, проталкивание, ну или да, или вот так вот, тут вариантов до задницы, то есть, слушайте, здесь две травмы по восьмому армору, а у гномов колокол и травма, ну, колокол по девятому, травма по восьмому, я бы сказал бы, цыгане-то бьют, бьют так, чтобы другие боялись, хорошо что судья принял взятку терять горда сейчас было бы не очень здорово есть кубы в мячик я бы даже сказал довольно несложные да да но кислиму не надо было пропускать на своей атаке чем могу сказать так скатер плохой опять так так ну пас да слушайте хорошо хорошо теоретически у кислева есть шансы не ну эту игру неплохо играет то есть буквально в этом матче старается я имею ввиду действительно выжимает почти все что можно выжить не дает дышать гномом свободно молодец очень приятный минус предтулов вот это приятно надо сейчас по хорошему наискосок налево пойти гордом ну ладно я правда не понял зачем сюда наискосок было больше смысла приятная шестерка мишка не подвел а тут же еще подскок . ну вот попытка найти скатер на мяч мысль понятна и сейчас скатер сюда наверно да ну почти почти вообще практически худший скатер хуже было бы только сюда наверно я не знаю вот вот эти три скатера это худшие скатеры ой ну чё верим в 4 плюс не верим и худший скатер сра до направлял немножко хеслер привет не смог до направлять пытался бы направлять да не да не да не направлялась вот так вот не ну хороший тонкий матч кислиф старается да я и говорю кислиф молодцы вот колян тут рассказывал что привет уже не тот а этот матч вполне хорошо отыгрывает то есть мне не очень понравилась их атака но деф шикарный деф прямо такой что хеслеру очень тяжело приходится вот там думать стараться и все остальное колян сдаться предлагал в первом тайме ну колян то колян чё ты с него взять это ну правда тут все уже полетело ребята вот как кажись когда мяч упал в руки кислиф понял что на этом все и ребята решили уходить еще и перманентки я бы сказал так колян вроде как и прав а вроде как борьбы было вагон вот я бы так это объяснил но в какой-то степени колян прав ладно тут тут тяжело спорить хотя я не думаю не назвал бы это хорошим поводом левать в таком матче но ну ладно обидно как-то просто на мой взгляд не заслужил колян чула когда левать надо ну колян такой я бы пошутил бы на тему того что не ходите с коленом на митинге или наоборот ходите колян будет знать когда надо доливать не все равно я бы даже несмотря на результат я бы цыганам эту игру скорее в актив записал молодцы то есть ну боролись до конца шансы были вот буквально не хватило чуть 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 там вот пару скаттеров ральни с ней туда или не залетти пару пробоев могли нищую вытащить как ну а и вот вот и Продолжение следует...